Я просто не хочу, чтобы спорт превращался вот в животных, которые едят, спят и качаются. А раньше ничего не было. Раньше были подвалы, гантели, штанги, все сами варили. Молодежь, которая сейчас трянуется, да они вообще нахуй, их сейчас в 90 запихнуть, а они чухнутся нахуй. Они бросили бодибилдинг, никто качаться не будет. Бодибилдинг сейчас идет не той дорогой, не туда. Такой ажиотаж был. Ребята-штангисты по билетам не могли войти в здание, в зал, чтобы посмотреть. И то, что вот это вот треугольное, вот это, знаешь, думаешь, е-мое, ну на это смотреть неприятно. Так сложилось, что мы в метро вместе вошли, конечно, смотрел на него как на импланетянина, качество мышц. То есть акцент делается на химикаты, на составы составления косты, тайминуются как-то так, достаточно вяло. Все перебивались то, чего спиздит, называется, 90-й хаос, бардак, блядь. Вот, увидел, спор сожрет вас, и через три года после вашего выступления у вас все забудут. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мы знаем о истории? Истории российского бодибилдинга. Этот документальный фильм перенесет нас в эпоху зарождения железного спорта в России. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я пришел в бодибилдинг как человек, который заинтересовался этим видом спорта в 1976 году. Познакомился с Владимиром Ивановичом Дубининым в том году. И 11 ноября 1976 года я начал тренироваться в клубе «Эллада» на Васильевском острове. Это был подпольный клуб, тогда все было запрещено. И вот 11 лет до формирования федерации, до 87-го года мы занимались, тренировались нелегально. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У меня вся жизнь проходила как бы в тренировках, две тренировки в день и в стояниях в очередях. То есть даже помню, в универсам, чтобы попасть, стояла на улице очередь, ну не знаю, там, может метров там 100, ну там 70, чтобы получить корзинки, чтобы войти в универсам. А уже в универсаме ты корзинку получаешь и еще стоишь в очередь в отдел. И я помню, выстоял, ну не знаю, может часа два, там полтора. Думаю, сейчас наберу сразу кучу куриц. А мне говорят, можно только одну в руки. Там такая еще, она синяя вся какая-то, ну, качество тоже продуктов было плохое. И вот я эту курицу пришел, сварил, почти всю сразу съел и с утра снова в очередь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В дефицитные времена перестройки особенно тяжело пришлось культуристам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, сейчас условия гораздо лучше. Залы более оснащенные, питание разное, там, ну, вообще все. А раньше ничего не было. Раньше были подвалы, гантели, штанги, все сами варили, там, тренажеры делали сами. Сварка, резиновое покрытие, недостающий инвентарь приходилось делать самим, используя подручные средства. Вот раньше тренировались под землей, как бы, в андеграунде, да, там, не было ни туалета, ни душа, там, железа, там, ну, грязи не было, у нас все время в зале было чисто, ну, такая, ставили и сидись, или эксцепт на всю катушку, и качались там, железо даже не слышно было, там, ревело все, пот, ну, было классно вообще, драйв такой. Несмотря на тяжелые времена, в 90-е годы мотивацией спортсменам было не занимать. Я-то был молод совсем, да, мне было там 13-15, и мне все было интересно, мне было кайфово. Я тренировался в зале, где, там, зимой примерзали руки к грифу, и когда я видел в журналах хорошие тренажеры, мне казалось, что это вот супер, если бы я тренировался на таких тренажерах, я бы уже был как Шон Рейн. Если скажут, Андрей, подбери одно слово, которым ты бы мог тебе назвать, слово будет подвал. Мы все занимались в подвалах, и это было нормально. Мы сами их делали, сами оборудовали. Я помню, мы со стадиона тащили это резиновое покрытие заброшенного стадиона. Тренировались на энтузиазме. Энтузиазм был вот такой, мотивация, энтузиазм был на пике своих возможностей, даже, можно так сказать. Потому что все были мотивированы хорошо выглядеть. Интерес к бодибилдингу был высок, и соревнования собирали полные залы зрителей. В первую очередь не было, конечно, такой информации, которая есть сейчас. Не было ни Ютуба, ни такого интернета, ни социальных сетей. Всю информацию черпали из журналов, из книг, различные методики, пробовали на себе эксперименты различные. Поэтому, естественно, путь достижения каких-то целей раньше был гораздо длиннее, чем он есть сейчас у спортсменов. Сейчас парадокс в том, что информации достаточно много, и люди, которые не профессионалы, в начале своего пути, наоборот, из-за этого путаются. Я достаточно активно занимался, и в тот период у меня не было вообще даже мысли там выступать. Я знал, что спорт существует. Во всех качалках тогда висели фотографии, кто там, Шон Рэй, Леприст, Пол Дилит и прочие. Я знал, что да, есть вид спорта, фильмов куча с Луферинио, Арнольда Шварценеггером и такое прочее. Вот это, кстати, в плане массовости толчок сильный дали именно, ну, наверное, на вас это тоже повлияло, фильмы с участием культуристов того времени. Сейчас уже культуристов практически не снимают, или снимают этих старых культуристов, которые уже не такие, как были в молодости, по понятным причинам. Ну, то есть тогда герои были вот такие, и это способствовало, в общем-то, тому, что молодежь, впечатленная образами, которые там эти люди создавали на экране, а молодежь активно шла тренироваться в качалке тогда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Золотая эра бодибилдинга для России, это, конечно, 90-е. Был бум, открывались секции атлетической гимнастики практически во всех школах. Открывались качалки, оборудование было минимум. Штанга самодельная очень часто, гантели, турник, брусья. Ну, я не знаю, был ли такой парень, который не пошел в такую качалку в 90-е. Был культ силы. Я не помню, чтобы в то время кто-то говорил на Шварценеггера, что он там перекачанный, урод, или это некрасиво. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В 90-е годы было какое-то такое очень узкое сообщество бодибилдеров. То есть мы черпали информацию друг у друга, у чемпионов, да, то есть, и это как бы из уст у ста все это передавалось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Из-за небольшого количества категорий и сложности подготовки противостояние между топовыми атлетами было особенно напряженным и жестким. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда было четыре весовые категории мужчин. Все. Кроме бодибилдинга не было ничего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чемпионат России был по бодибилдингу. Я прочитал в газете, думаю, надо съездить. Взял, поехал в Калининград. Приехал, говорю, так, так вот хочу выступить. Завесился. Гриму не было, ничего не было. Короче, грим у одного парня взял, там, спросил, как надо выступать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Представления о соревновательном гриме тоже были весьма расплывчатые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Грима в то время не было, как такого, который есть сейчас. И были времена, вспоминаю, когда мы мазались автозагаром, и краской для волос. И то, что есть сейчас, когда спортсмен может приехать спокойно на соревнование, его в кабинках красиво покрасить, он выйдет на сцену, конечно же, это преимущество по сравнению с тем временами. У меня отец, знаешь, он пытался грим какой-то создать первое время, когда не знали, чем краситься. Но кто-то там крас какой-то давал, потом художник у него какой-то знакомый пытался подобрать вот именно цвет, из разных тюбиков намешать. А отец думал, что это химия, все это вредно. Он обычно так, он все здоровье у него на первом месте. И вот эту химию, краску мазать на себя, ему как-то было не это. И он пытался из подсолнечного масла, кофе и чего-то еще сварить, какой-то гриб натуральный. И он многое на это время не потратил. Конечно, ничего не получалось, но очень старался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Состав и способы нанесения ограничивались только фантазией спортсмена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы гримировались половой краской масляной. Или кто-то сурик доставал, разбавляли с оливковым маслом. У кого не было оливкового, в то время мы подсолнечным разбавляли. И вот гримировались, серьезно так гримировались, потом затмывались там, это очень долго. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я посещал все турниры, проводимые в Москве. И, если говорить, самое такое впечатление, это, конечно же, борьба шелестов-мельников. Та борьба, которая, ну, давала мотивацию, заряд, позитив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Интерес к соревновательному бодибилдингу достиг своего пика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я, конечно, рад, мне приятно, что это теперь стало какой-то историей. Вот. Ну, на тот момент, конечно, это твоя жизнь. Ты не воспринимаешь, что ты становишься или будешь объектом вот этих исторических экскурсов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В то время можно назвать золотой эрой российского бодибилдинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уровень вот этих спортсменов и сами эти имена, это для меня это такие боги, к которым все равно невозможно дотянуться. Это, конечно же, такие фамилии, как Шелестов, как Вишневский, как Мельников. Но это уже более такое, я считаю, если сделать параллель с мировым бодибилдингом, это золотая эра. Мне кажется, что Мельников, что Вишневский, если бы сейчас сняли бы плавки с гвоздя, сделали бы ту форму, которая была в те годы, я думаю, что пришлось бы очень многим расступиться на сцене, на пьедестале на сегодняшний день. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спортсмен во время соревнований, вот вне света, там, за кулисами, он может не выглядеть так впечатляюще, потому что объем дает глубина, а глубина появляется тогда, когда ты совершенно избавляешься от жира, не только подкожного, а внутримышечного появляются эти провалы. Естественно, эти провалы, они видны тогда, когда ты стоишь там под софитами в ярком свете. Это, кстати, понимание вот этого, оно пришло к нашим атлетам очень нескоро. И, кстати, за счет этого я-то выигрывал, потому что я в тяжах всегда был самый легкий. Вот, я и рост там меньше. То качество, конечно, с 80-х, начало 90-х, и сейчас качество, это разные вещи совершенно. И линейка фармакологии была не та, конечно, минимальная, и поэтому качество было запредельное. Если человек не делал качество, значит, он проигрывал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тогда недостаток мышечной массы атлеты старались компенсировать качеством. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В те годы, если говорить о динамике развития, вышло так, что именно в 90-е вид спорта очень сильно прогрессировал. И, получается, мы стали теми людьми, которые этот прогресс, наверное, в нем участвовали и собой его лицетворяли. Воспоминания такие, вот мы когда спустились в метро, это метро Фрунзенская, потому что Москва тогда была во дворце молодежи, да, спускаемся в метро, и народ, огромное количество народу, который вот только что смотрел соревнования, спустилась в метро, и вот как сейчас футбольные болельщики, да, там, скандируют там название своего клуба, своей команды любимой, также вот весь этот метрополитен скандировал, черкасов, черкасов, народ не понимал, что происходит. Но это было, да, клево. Времена те, конечно же, ушли. Было это модно, было интересно, все этим увлекались. Не было к этому негатива, то есть сейчас есть все-таки негатив к этому увлечению. Тогда это был сполошной позитив, это было правильно, не могло быть второй точки зрения, что это там какое-то неправильное занятие, что не стоит так много времени уделять этому. была одна точка зрения, и она была правильная. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вывод для себя я какой сделал? Я когда пришел, приехал на взвешивание в Питере, вот эти все, кто приехал, атлеты, их много было. Я же говорю, утяжей тогда было больше в категориях, чем сейчас. И когда они в одежде приходили на взвешивание, ну какие, думаю, огромные люди, я про себя подумал, нахрен я сюда приехал, Серега говорю, Серега, что мы здесь делаем? Вот, нам ловить здесь нечего. А получилось, что я стал третьим. Потому что вот по той простой причине, что люди-то огромные, а когда ты выходишь на сцену, ты просто как белый лист бумаги, потому что у тебя этих мощностей видно. То же самое я Олегу когда-то об этом говорил. Он тоже, у него этот был пункт, он все время переживал по поводу того, что он теряет массу. А я ему говорил, Олег, не надо смотреть на весы, нужно смотреть в зеркало. Вот такой опыт жизненных соревнований. И вот этот прогресс, повторюсь, когда он заключался в том, что спортсмены осознавали, что да, нужна масса, и она достигается, там, не знаю, тяжелыми тренировками, но в то же время нужно качество. Потому что только качество дает вот этот вид. Основное отличие российского бодибилдинга 90-х и нынешнего – это абсолютная возможность изменить окружности, объемы любой мышцы. В 90-х годах было огромное количество спортсменов без икроножных мышц. Об этом сейчас все забывают. Были какие-то дефекты, были какие-то недочеты в бицепсах. Руки, окружности рук были очень небольшими. Сегодня, ну, окружности зашкаливают. Набрать мясо, увеличить мышечные объемы очень легко. Потому что сегодня для этого есть все возможные способы, включая и запрещенные, использование допинга, фармакологии, все, что хотите. Но сегодня абсолютно легко измениться. Другое дело, что не каждый может это сделать в силу своей генетики, прежде всего. И, на мой взгляд, возвращаясь, опять же, к вопросу, основное отличие 90-х от нынешнего времени. В 90-х годах основной упор делался на генетику. Могли лидировать и побеждать только люди, генетически одаренные. Сегодня может измениться любой человек, и если судья отдает предпочтение объему, то даже при отсутствии генетики он может стать победителем. Вот это основное отличие. Генетика против объемов. Это отличие остается, оно будет дальше, все дальше и дальше расходиться. Мы будем все время думать, кого стоит чемпионом. Генетически красивого парня, либо человека безобразно большого, но с огромными мышцами. И пока мы не определимся, будет неразбериха, и будет непонимание в судействе у обывателя. Одной из самых острых и серьезных тем в железном мире стала спортивная фармакология. Что касается вообще бодибилдинга, конечно, такая интересная ситуация. Раньше никогда не возникало момента и такого, что как бы говорит, что атлет химичит или не химичит. А бодибилдинг, естественно, подразумевает под собой прием определенных препаратов, которые, к сожалению, не всегда, может быть, с точки зрения закона, с этим же законом в ладах. Но как бы слово бодибилдинг подразумевает фармакологию. Без нее, как бы, я думаю, что многие из нас тренировались натурально. И знать, что прийти к какому-либо результату, только если совсем определенно не выступательного уровня, тогда это можно. А в реальной жизни это, к сожалению, вещи между собой неразделимые. Поэтому когда-либо бодибилдингу стать олимпийским видом спорта это просто невозможно. Несмотря на общедоступность фармакологии, тест на допинг никто не отменял. С тех пор многое усложнили, добавили кучу ограничений в детские кресла, в машинах, хотя до этого дети всегда ездили без кресел. Понаставляли миллион каких-то ограничений, камер, штрафов и так далее, без которых сейчас жить, ты понимаешь, что ты думаешь, что невозможно. Хотя ты вспоминаешь то время, и все жили счастливо. Я думаю, что с тем, когда фармакология стала вне закона, я не думаю, что уменьшился какой-то уровень смертности среди спортсменов либо что. Я думаю, просто это такая политическая некая проволочка, которая усложнила, я думаю, все-таки главное слово здесь усложнило жизнь спортсменов. Вот и все. С 90-х смешно было, заходишь в магазин, сейчас такого даже не то, что не встретишь, а даже, наверное, многие удивятся, но приходишь в магазин и стоят атлеты и смотрят на прайс-листы развешанные, распечатанные на матричном принтере и указаны там Мегамас, там 4 тысячи, 2 тысячи и прочее, потом Амнадрен, Сустанон, то есть в списке с обыкновенным спортивным питанием идет и все остальное. была ситуация в сборной, когда неожиданно все допинг-тесты у всех российских спортсменов были положительными. Задумайтесь. У нас было 6 категорий на тот момент, у нас были лидеры, люди, которые попали в шестерку сильнейших. Перед тем, как награждать участников, сдаются допинг-тесты перед финалами и выясняется, что все 6 участников имеют допинги. Один из спортсменов российский выступал за команду Беларуси. он делал все то же самое, питался так же. Так его допинг-тест был отрицательным. Все остальные положительные. До сих пор эта история непонятна. Как так произошло, мы не знаем, но есть предположение, что кто-то просто каким-то образом подменил пробу. И наши спортсмены были дисквалифицированы на 2 года. Делая упор на препараты, спортсмены часто забывают про важность тренировок. Сейчас, в общем-то, верховенство химикатов, то есть атлеты, по моим наблюдениям, группа изучили тренироваться. То есть акцент делается на химикаты, на составление курса, тренируется как-то так, достаточно вяло. А морально-этический момент. Мы тогда были менее материалистичны, более бескорыстны. Мы занимались просто потому, что занимались. Никто не думал с этого получить какую-то выгоду. Какие призовые? Шахматы, да, скажи, ракетка для бадминтона. Вот, собственно, все приз, грамоты. Грамоты этих была, мама, дорогая. И я был полностью счастлив. Я чего-то сам себе доказывал. Сейчас это другое, сейчас это уже бизнес. Сознанные какие-то, фитнес-клубы. Люди зарабатывают с этого деньги. Спортивное питание, еще что-то. В мои юные годы, конечно, все было не так, был просто голый энтузиазм. И это было, честно скажу, более как-то светло-чисто. Зарабатывание на турнирах там были хорошие призовые, ну, в каком плане хорошие, то есть начало 90-х там недвижимость стоила, наверное, там, ну, однокомнатная квартира, там, я помню, в начале 90-х 3 500 долларов, однокомнатная квартира. А призовые фонды, помню, в Одессе там было вообще призовой фонд 60 тысяч долларов. За каждую категорию 2 тысячи долларов, в абсолютке 20 тысяч долларов абсолютному. Сейчас, естественно, не так, то есть сейчас уже за призовые квартиру не купишь, уровень жизни поменялся. Но зато сейчас больше возможности зарабатывать помимо турниров, да, то есть если ты хороший тренер, да, в хорошем клубе работаешь, персональные тренировки ведешь, плюс там всякие паблики ВКонтакте, да, если у тебя много подписчиков, то, соответственно, и больше желающих будет с тобой заключить контракт, рекламировать какой-то спортпит. Пока идет рост, скажем так, идет финансовая прибавка, то я этим занимаюсь, мне это нравится, но именно прям вот все прям там до тех же 50 лет у меня нет плана заниматься бодибилдингом. Хочется как-то что-то свое открыть, чтобы было своего рода стабильность, потому что бодибилдинг это нестабильный спорт, и заработок в нем тоже нестабильный. в общем-то сейчас хотя бы можно на этом зарабатывать деньги. Они работают тренеры, они создают свои залы, то есть а когда мы занимались, то мы отработав 8 часов на каком-нибудь заводе, в институте, ты идешь в тренажерный зал, и после этого где-то под ночь возвращаешься домой. Раньше в 90-х контракты с фирмами, да такого вообще не было в природе. Все перебивались то, чего спиздит, называется. 90-й хаос, бардак, блядь. Вот кто, что спиздит, тот на то и готовится. Или кто там что заработает, кто как зарабатывал деньги, потому не было никаких спонсоров. Там кто-то ведущий спортсмен, кто-то помогал, друзья, знакомые, бизнесмены, кто-то помогал. Это просто личные отношения, не более того. Не было возможности купить протеин у некоторых. О чем вы говорите? О каких возможностях? Вот. И сейчас возможность, сейчас просто халява. Молодежь, молодежь, которые сейчас тренуются, да они вообще их в 90-е запихнуть, они чукнутся, нахуй. Они бросят бодибилд, они качаться не будут. Потому что тогда, качаясь в подвала, и сейчас просто халява. Фитнес-центры, любые, дорогие, дешевые, эконом-классы, любая линейка тренажеров, пожалуйста. Любое спортивное питание, какое хочешь, любые добавки. У некоторых спортсменов контракты с фирмой производителя спортивного питания и другими, плюс они снимают ролики про себя, в некоторых свои каналы. В наше время соревновательный бодибилдинг превратился в огромный бизнес, приносящий деньги на спонсорских контрактах. Заработать на бодибилдинге в России, ну, пожалуй, да, можно. Яркий пример Андрей Скоромный. А что касается денег, я на это смотрю позитивно и вижу конкретный прогресс в этом направлении, поэтому кто хочет зарабатывать и от кого прет фанатизм, от кого прет любовь к этому виду спорта, тот никогда не будет жаловаться на отсутствие денег. Ведь бодибилдинг очень затратный вид спорта. И откуда молодому парню брать столько денег на подготовку? Идти с протянутой рукой к спонсорам помогите, дайте. Мне кажется, Андрей все делает правильно. Да, он сделал небольшой перерыв в соревновательной карьере. Но он сделал огромный скачок в плане бизнеса и своего финансового благополучия, что в конечном итоге, как мне кажется, позитивно скажется на его спортивной карьере. Он не будет больше просить ни у кого денег. У него хватит собственных средств на подготовку. Поэтому нынешнее поколение другое, оно не хуже, оно не лучше, оно другое. Сейчас появилась возможность превратить любимое дело в источник дохода. мне кажется, все сдвинулось в сторону коммерции и вот это является минусом, хотя с другой стороны именно это является двигающей силой, потому что если это не будет коммерцией, значит не будет стимула к развитию. Футбол зарабатывают на трансляциях, баскетбол, волейбол приблизительно то же самое, то есть не важно сколько там людей собралось на стадионе, хотя там тоже клубы наверное с этого имеют копейку, но сам вид спорта зарабатывают на аудитории, на зрительной аудитории телевидения. Наши соревнования не входят ни в топ ни в 10, ни в топ 20, я не знаю в какой топ, то есть с точки зрения их не показывают на телевидении. Это раз. У нас производители только сейчас какие-то появились собственные, а все производители питания, те, кто мог бы давать денег и спонсировать. Они все там на западе и звезды у них там есть. И естественно они спонсируют тех спортсменов и те соревнования, которые проходят там. Вся индустрия, деньги, лучшие атлеты все это находится на западе. Бодибилдинг зародился в США и для того, чтобы выйти на их уровень нам нужно время. Единственная проблема в отечественном бодибилдинге это отсутствие денег. Она была, она в принципе еще есть. Единственный ключевой фактор, который движет прогресс это сумма вливаний отдельно взятого спортсмена, не считая его генетических предпосылок. Сейчас не существует настолько мощных спонсоров, которые могли бы себе позволить держать на контрактах спортсменов, которым они бы выплачивали по 300, по 500 тысяч в месяц. Я в рубли перевожу для того, чтобы спортсмен мог себе позволить не только определенную поддержку в виде БАДов, назовем это так, а для того, чтобы спортсмен мог позволить себе абстрагироваться от всей остальной жизни. Даже контракты в 100-150 тысяч рублей не позволяют спортсмену абстрагироваться от остальной жизни, потому что у большинства есть либо семья, либо у них нет семьи, например, я имею в виду жена-дети, он вынужден все равно работать, он вынужден тренировать клиентов, сидеть в офисе, еще что-то такое делать, что будет все равно его отвлекать. Профессиональный спортсмен не должен заниматься ничем, кроме спорта. Вот это отличает нас от Америки. Вот у них даже самая сраная фирма Спортпита, я подчеркну, самая сраная фирма Спортпита, заключается самым сраным спортсменом, ну, профессионального уровня, я буду говорить, контракты, которые намного превышают 150 тысяч рублей в месяц. А когда только зарождалось спортивное питание как индустрия, ведь основной проблемой в производстве протеинов была одна проблема, чтобы люди после них, извините, на толчки не сидели. Вот. Сейчас же с этим проблем нет. Сейчас все качественное, хорошее, разнообразие во всем. Конечно, тогда не было ни спортивного питания. Помню, на первый раз там сборная Советского Союза раздали по банке, тогда это был мультикрафт, сейчас мультипауэр, тогда по-английски, а тогда по-немецки там было название мультикрафт. Банку дали, и для меня эта банка протеина как будто какой-то там бешеный анаболик, я его так экономно ел, растягивал там на целый, наверное, месяц эту банку. Как уже упоминалось, спонсорская поддержка очень важна для соревнующегося атлета. Без спортивного питания, конечно, очень сложно и набирать мышечную массу, и готовиться к соревнованиям. Сейчас спортсменов, несмотря на кризис, выходит столько, что не хватает места на сцене. не было таких тяжей, как сейчас. были тяжи, если тяж, значит, он или дохлый, худой, блин, и мало весит, или жирный и здоровый. Не было больших тяжей, которые и качество было, и они сами большие были. Но еще не научились набирать мощную массу качественную, еще не то было. Не то время было, так сказать. В нынешние времена в бодибилдинге, конечно, мне кажется, перекрывает погоня за массой. Уходит эстетика. Если вспомнить 90-е, Мельников, Вишневский, тогда было... Самое главное это пропорции. Сейчас масса, масса, масса. Даже на профессиональном уровне вываленные животы это уже не редкость. Многие уже замечают, что это действительно некрасиво. У нас много было спортсменов, которые... Ну, выходило там, не знаю, 4-5 человек сильных. Сейчас, если на тяжи посмотреть, ну, вот они выходят, я же бываю на соревнованиях, иногда их там веду, вот, если посмотреть, выходят, уже даже, ну, как таковых соревнований нет. Понимаете, есть явный один какой-то сильный, и при этом он далеко не идеален. Ну, с точки зрения, там, не знаю, пропорции, с точки зрения вот этого общего вида культуриста, не идеален, потому что у тебя есть уже с чем сравнивать. Обращение Арнольда. Аля, что спорт заходит в тупик, спорт высших достижений, у них растут брюхи, у них растут там, у них растут здесь, они некрасивые. Блядь, если вы хотите видеть на сцене монстров, это очевидно, что им придется употреблять такие дозировки и таких препаратов, от которых у них неизбежно будут расти и внутренние органы, и связки, и сухожилия, и мышцы, блядь, и все, что вы хотите, но вы идете смотреть на монстров, это бодибилдинг. Если вы хотите видеть ребят весом 80-90 килограмм, с вот такой талией, без отсутствия выпирающих, ну, с отсутствием выпирающего живота, но вы не хотите видеть гигантские ноги, огромные спины, блядь, это другие каноны, вольта это ближе к Мэнс Физик. Не надо просто эти две дисциплины путать, они разные. по поводу золотой бодибилдинга, ну, что сказать, да, было красиво, эстетично, но раньше объемов таких их и не было. Объемы, вот они, моду, да, Дорин Яд задал на гипермассу, это тоже круто, ну, тут спортсмены столкнулись, ну, супертяры столкнулись с новой проблемой, это проблема больших животов, да, ну, кто как может борется с этим, ну, я думаю, судьи, которые оценят именно эту категорию, должны, ну, какие-то скидки делать, все равно народу интересно, да, видите, ну, большую кучу мяса на сцене. Я думаю, что наш спорт очень сильно спрогрессировал, и спрогрессировал по всем параметрам, что касается массы, что касается качества, и заниматься бодибилдингом все сложнее и сложнее. Сейчас профессиональный бодибилдер и вообще любительский, да, бодибилдер высокого уровня, который выступает и занимает первые места на чемпионатах России, на чемпионатах мира, это тот человек, который занимается только бодибилдингом, вот, потому что, если он будет разделяться, куда-то метаться и так далее, и так далее, это уже скажет негативно на его форме. Поэтому, что произошло с бодибилдингом, непосредственно прогресс и в качестве, и в массе, и в пропорции. Конечно, я могу сказать, что в силу того, что массы было меньше в то время, да, это смотрелось более, может быть, эстетично, какие-то позы были более эстетичные и так далее. Сейчас это все переросло в более такой экстрим и более в такой жесткий вид спорта. Вот. Но я думаю, это неплохо. Это просто прогресс этого вида спорта. Все боятся стать меньше. Все сантиметры эти считают меряю свои руки, блядь. Но это такое не бывает, что, блин, в межсезоне рука в соревновательной форме совершенно, конечно, они разные. И меньше она, естественно, это нормальное явление. А вот молодежь сейчас такая, они боятся потерять объемы, блин. И вот эти объемы, и, естественно, конечно, забывают о качестве, и, естественно, не делают такой качестве, которое было раньше. Вот в этом разница, блин. Вот. И нельзя сравнивать сейчас объемы. Даже та же Москва выходит, ребята, и качество в 90-х было, блин, да, у них такого нет. ни у кого вот при чем. Ну, вот я общаюсь с людьми, которые занимались раньше, которые выступали в 90-е, и у многих из них складывается такое впечатление, что бодибилдинг сейчас идет не той дорогой, не туда. И, скорее всего, это может привести в какой-то тупик, вот когда, я имею в виду, по пути наращивания мышечной массы до бесконечности. Прогресс или застой? Развитие или тупик? Как разобраться в этом непростом вопросе? Мне вообще бодибилдинг не нравится, понимаешь? То, что я вижу сейчас, мне не нравится. Ну, честно, вот я сейчас честно говорю, то есть я бодибилдинг не люблю. Вот таким, каким я вижу сейчас, не люблю, не нравится. конечно, добавилось пляжный бодибилдинг, бикини очень много участников. Раньше не было фитнеса, не было бодибилдин фитнеса. Я помню, когда Колтун первый раз привез кассеты и показывал фитнес, мы все так говорим, что это там может, голубые там только могут. Привыкли, фитнес классно, да, бодибилдинг нормально. Потом этот вот пляжный тоже обсуждался, да, тоже, что это за вид спорта, безногие, как бы тоже может для голубых. Но сейчас привыкаем, классно же, красивый вид спорта, да, смотреть приятно тоже. Ребята красивые, здоровые, накаченные. Возможно, будущее бодибилдинга за более легкими категориями. Ведь это более привычно взгляду простого обывателя. Каждая следующая категория все равно будет превращаться в бодибилдинг. И вот мужские категории тоже там классический бодибилдинг, фитнес, сейчас мэнс-физик. Это возвращение, на мой взгляд, я так думаю, это к истокам. С чего начинался бодибилдинг? Вот с этих пляжных соревнований, потом по мере прогресса уже они все более атлетичными становились. но для зрителя, для человека, который приходит на соревнования, ну конечно, если он увидит кого-то из сильнейших, из десятки сильнейших культуристов мира бодибилдеров, он скажет ни хрена себе, вот это да. Но он никогда не скажет, слушай, я приятелю так толкнет, не скажет, я таким же хочу быть. По поводу номинации Мэнфизик, ну что сказать, это мне не нравится эта номинация, я ну как-то, я как-то. Ребята пошли по легкому пути, да, я слышал в каком-то интервью одного из представителей этой номинации, да, там не надо много кушать, не надо заморачиваться едой так сильно, не надо много тренироваться, он сам все этим сказал. Бодибилдинг в России разделился на два лагеря, легкий и красивый Мэнсфизик или большой брутальный бодибилдинг. Он был именно бодибилдингом, сейчас он выгляделся немножко во что-то непонятное, все вот эти новые номинации пляжные, там, с орышками в ушах, раньше бодибилдинг это было занятие, мужское занятие, все качались, все растили мышцы как-то, занимались одинаково. Сейчас либо атлет соревновательный в зале занимается, либо кто-то с айфоном жует сопли на беговой дорожке. То есть четкая градация, середины нет. еще очень актуальная тема современного бодибилдинга это судейство. Честно ли какого-то положения или нет? Какую-то перчинку здесь не добавлю, потому что, на мой взгляд, это тоже бесконечная история, и она обусловлена тем, что сам вид спорта такой, он очень субъективный. Вот я когда рассказывал, что сложно сравнивать там яблоко с апельсином, потому что, ну, действительно, бывают спортсмены, они настолько генетически по-разному сложены, устроены, но ты понимаешь, что они все на хорошем уровне, и так или иначе судья, неважно откуда он или какое он отношение имеет к этому спортсмену, он вынужден выбирать по собственному вкусу. Да, есть семинары, да, есть какие-то критерии оценки, но, повторюсь, складывается, как правило, так, что судья вынужден на уровне мне нравится вот это больше. Это первый момент. Это если человек, если судья честный и стремится быть объективным. Судейство, но у нас, так говорится, раз на раз не приходится. иногда бывает действительно справедливое судейство, иногда бывают какие-то косяки, но, опять же, как говорится, человек, если выиграл, то он будет всегда говорить, судейство, все нормально, я стал чемпионом, что еще хотеть, то есть, если человек проиграл, занял второе, третье, четвертое место, может быть, там свалить, засудили, то есть, судейством довольным, я думаю, не бывает никто, нигде, и даже на Олимпик, наверняка, там вся эта десятка, кроме первого места, недовольны судейством, а у нас судейством всегда были проблемы, потому что каждый тащит своего, да, здесь просто нужно, я считаю, вот мое мнение, да, если ты тащишь своего спортсмена, который не достоин определенного места, то тебе запретить просто выступать, хотя бы пока временно отмечать на год-два, от судейства, вот, или сразу просто не пускать его в судейскую коллегию, по жизни не сквалифицировать, вот и все, не важно, какие регалии у тебя есть, не важно, какие у тебя звания, вот, потому что спор должен быть честным, люди для этого срезаются, люди для этого кладут свое здоровье на алтарь, да, и поэтому, как бы, да, рубить человека, который достоин более высокого места, я считаю, это некрасиво. выступает атлет в России, выступает атлет за рубежом, и оказывается, его места совершенно разные, потому что критерии судейства, критерии той формы, которую он должен получить, они все-таки различаются, то есть достаточно часто бывает так, что атлет успешно выступает в России, выезжает куда-нибудь за пределы и не получает ничего, либо наоборот, здесь он, темная лошадка, поехал, победил, вот, предвзятость, не предвзятость, ну, безусловно, когда в судействе сидит тренер выступающего атлета, ну, простите, конечно, она неизбежна, эта предвзятость, поэтому было бы хорошим правилом убирать действующих тренеров из судейства. Если спортсмен на голову выше, если он выглядит на порядок лучше, и всем это понятно, судьям, зрителям, друзьям, самому спортсмену, которого поставили выше, если это понятно всем, то или его не поставят ниже, или если его поставят, то они сами придурки, они сами себе делают хуже, что соревнования отстой, судейство, как мягко сказать, некомпетентное судейство, и те, кто это сделал, ну, они сами себе яму копают. Я считаю, что это неправильно. По поводу судейства, я лично был свидетелем, оно не объективное, то есть очень часто просто дают места халявные за заслуги. Я сам лично как бы попал под это. Ну, не знаю, будет меня критиковать, не будет, но вот на чемпионате в Перми 2013 года лично я считаю, что я должен был быть вторым. Какому-то там Шевцову из Питера за заслуги дали второе место. Если вы действительно не можете жить без этого и видите себя в этом, Бога ради, вы должны четко понимать, что ни денег, ни фантастического здоровья вам это не принесет. Вы отдадите себя спорту, но в итоге дело спорт сожрет вас, и через три года после вашего выступления вас все забудут. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok